Правда ли, если венчались, то на том свете останутся мужем и женой, даже если при жизни развелись и жили в других браках? С одной стороны, невозможно развенчать церковный брак. То есть, если люди венчались, то нет понятия развенчаться. Точно так же, как нельзя раскреститься. Иногда приходят люди, я видел таких сатанистов, приходят в храм и говорят, дайте нам справку, что мы ушли из церкви и мы хотим раскреститься. Мы говорят, ну нет таких справок, не даем, что же делать. Так же и с развенчанием. Иногда люди спрашивают, как нам развенчаться. Такого понятия, как развенчаться, в церкви нет. Не делается этого. Но вы поймите, что если вы уже разошлись и живете с другими семьями, то семьи-то нет. Бог благословляет семью, если люди добровольно хотят быть мужем и женой, хотят жить вместе. Если вы разошлись, то там уже нет никакого желания жить вместе. Это, так скажем, уже крайний какой-то случай. Поэтому представьте, как вот Господь будет насильно, что ли, людей в Царстве Небесном, чтобы они вместе были, чтобы они мучились. Если они, конечно, в ад попадут, то, может быть, да, чтобы помучились, может быть, чтобы были вместе. Страсти там какие-то будут у людей. Они их будут сжирать в вечности. А если люди покаялись в этом и жили по-христиански, они спасаться же вместе уже не будут. Они уже не семья. Поэтому, с одной стороны, да, нету такого понятия, как развенчаться. А с другой стороны, какой смысл в этом? Тем более, вспомните слова Спасителя. Что в том времени уже все будет по-другому. Не будут уже люди ни жениться, ни выходить замуж. Поэтому венчание, оно важнее для этой земной жизни. Чтобы муж и жена спасались вместе, чтобы они помогали друг другу. Вот в этом смысл венчания. Венчание – это благословение на брак, на семейную жизнь, на рождение детей и тому подобное. Продолжение следует...